Массовые убийства в США Сначала убил мать, сжег дом, а затем расстреливал прохожих В предсмертной записке он пояснил Хочу забрать как можно больше жизней Расправой на сослуживцами закончилась карьера военного психиатра Нидала Хасана Медик застрелил 13 военнослужащих на военной базе Хорд Худ в 2009 году Таким образом майор выразил свое недовольство внешней политикой США В 2012-м в Арроре на примере блокбастера о Бэтмене были убиты 12 человек Джеймс Холмс ворвался в зал в форме спецназа полиции И поначалу был принят за актера По одной из версий убийца был разозлен из-за того, что не сумел купить билет В 2013-м работник базы ВМС США Аарон Алексис расстрелял 20 человек Электрик смог пронести на территорию военного объекта личный дрововик На ружье были выцарапаны надписи «Конец мучениям» и «Лучше уж так» Летом 2015 года 21-летний Дилон Руф напал на прихожан церкви в Чарльстоне Убийство 9 человек было совершено на почве расовой ненависти В декабре того же года бойню устроили в Центре реабилитации Сан-Бернардино Жертвами двоих террористов стали 14 человек Ответственность за нападение взяла запрещенная в России группировка ИГИЛ 49 погибших, 53 раненых Итог стрельбы в ночном клубе в Орландо в июне 2016 года Массовое убийство совершил гражданин США Амар Матин Мужчина якобы требовал прекратить бомбардировки Сирии и Ирана В январе 2017-го пять человек погибли в аэропорту Форт Лудердейл в Флориде Экс-военнослужащий Эстепан Сантьяго Руиз открыл огонь в зоне выдачи багажа Ранее мужчина жаловался на то, что слышит голоса В Лас-Вегасе 2 октября 2017 года мужчина открыл стрельбу с балкона Сверху он расстреливал посетителей масштабного фестиваля кантри-музыки В результате атаки погибли 58 человек Еще около 500 были ранены СМИ называют происходящее в США эпидемией вооруженного насилия Однако о каких-либо ограничениях прав на ношение оружия речи не идет